Самый простой и удобный способ разработать свое устройство – использовать платы Ардуино. Сегодня я расскажу не об очередной новинке, я покажу будущее итальянских плат. Самой популярной из Ардуино к поправу считается Унко. Именно под такой форм-фактор разработана куча дополнительных шелдов, расширяющих возможности создаваемого устройства. В том же форм-факторе сделана Ардуино Леонардо. У нее другой контроллер с увеличенным ОЗУ и возможность эмулировать устройства ввода, такие как мышь или клавиатура. Если вдруг ты так заизобретался, что не заметил, как закончились 20 доступных пинов ввода-вывода, понадобится Ардуино Мега с ее 5-ю-10-ю четырьмя пинами и кучей памяти для хранения кода программы. Для ультракомпактных устройств отлично подойдут платки вроде Ардуино Мини или Нано. Несмотря на крошечный размер, количество пинов в них даже больше, чем у Леонардо и Леуна. Все эти платы объединяет одно – контроллеры АВР. Если ты не запускаешь ракеты к Марсу, тебе, скорее всего, хватит их производительности. Если ты жаден до МГц вычислительной мощи, специально для тебя есть платы с 32-битными ARM-процессорами – Cortex-M0 в одноименной Ардуино и Cortex-M3 в Ардуино Дуэ. Эти платы сильно выделяются своей производительностью и возможностями, но при этом они совместимы с шелдами для Уны или Меги. Были еще эксперименты с формами вроде Юн Мини, направленные на уменьшение размеров плат, но они не закончились ничем хорошим. Тем не менее, Масима и его команда понимали, что текстолита уходит слишком много, а в реальных проектах такой размер ни к чему. Вот так и появился на свет новый форм-фактор плат Ардуино, одна из которых – МКР-0. Это плата для обучения и разработки, с энергоэффективным и производительным процессором Cortex-M0, компактными размерами и простотой использования, характерной для Ардуино. Платы такого размера занимают в два раза меньше места, чем та же Ардуино М0 с аналогичными характеристиками. При этом на ней уместились еще и картридер, который висит на отдельном SPI микроконтроллера. Пинов меньше не стало, наоборот, их стало больше. 22 вместо 20 в платах привычного размера. Из них 7 пинов подключены к 12-битному АЦП, 12 к ШИМ, а один к ЦАП и может выдавать аналоговый сигнал. Из фишек появилась возможность подключить внешнюю батарею с напряжением до 4,2 вольт. Кстати, для зарядки аккумуляторов на плате есть специальный контроллер с током 350 мА. Чтобы не перегружать батарею таким током, выбирай аккумулятор емкостью не менее 700 мАч. Подключить кабель питания в разъем USB и светодиодный индикатор подскажет о процессе зарядки. Еще немного о питании. Подать напряжение можно и через pin-vein. Встроенный регулятор принимает на вход до 6 вольт и выдает 3,3 с током 600 мА для питания платы. Чудеса поджидают там, где их меньше всего ждешь. Pin 5 вольт, который рекомендовано использовать только на выход, будет выдавать все, что угодно, если вы питаете МКР не через USB. При питании от батареи на нем появляется что-то около 1 вольта, а если запитывать плату через VIN, входное напряжение продублируется и на pin 5 вольт. Из интерфейсов на плате есть два UART. Один для связи с монитором порта по USB, второй выведен на 13-й и 14-й пины. SPI тоже два. Один зарезервирован для работы с картой памяти, а второй выведен на 8-й, 9-й и 10-й. I2C хоть и один на 11-м и 12-м пине, но продублирован на специальном разъеме, 4 контакта которого используются для питания и передачи данных, а еще один контакт подключен к 7-му цифровому пину. На борту есть и шина I2S. Она служит для цифровой передачи стереозвука. Для этого понадобится специальный переходник с 3,5-мм разъемом. Подключи такой переходник и с помощью библиотеки Arduino Sound сможешь воспроизводить или считывать звуковые сигналы. Еще одна интересная библиотека для плат с чипами Cortex – это библиотека-планировщик. С ее помощью можно запускать одновременно несколько функций, переключаясь с одной задачи на другую. Простой пример такой многозадачности – не один привычный луп, а пара. В каждый из них добавим беспощадный дилей для мигания светодиодами. В первом лупе сделаем дилей 250 мс, а во втором – 500. В привычном мире задержки накапливались бы, тормозя выполнение кода программы. Здесь же каждый светодиод живет своей жизнью и не влияет на работу других циклов. Больше примеров найдешь на нашей Вики. А у меня все. Ставь лайк, если понравился новый фонфактор от Ардуино. Подписывайся. Увидимся в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok